Собираемся сегодня поговорить о довольно серьезном дне 10-го ТВ-та. Мы уже как-то закончили день 8-й ТВ-та и начинаем день 9-й ТВ-та. После этого будет 10-й. И рамбом в законах о днях поста пишет. Есть дни, в которые все евреи постятся из-за бедствий, случившихся в эти дни. И у разумного читателя немедленно возникает вопрос. В те дни случились бедствия из-за того, что они вели себя плохо, а я должен поститься? Какая в этом логика? Как говорит пророк, отцы ели кислое, а у нас оскомина. Рамбом объясняет, почему это не абсурдно. Он говорит, чтобы пробудить сердца и открыть пути дшовы. То есть я пощусь не потому, что вспоминаю, что когда-то было плохо. Потому что я продолжаю кое-что из того, за что возникали бедствия в прошлом. И поэтому мне нужно исправлять поведение свое и последствия поведения моих предков. Так и пишет Рамбом, это должно послужить памятью о наших дурных делах и делах наших отцов, подобных тем, что мы совершаем ныне. Эти дела и причинили и вина, и дебедствиям. И вспоминая о них, мы вернемся к хорошим поступкам. Что значит вернемся? Это очень важное понятие тшува, о котором мы говорили не раз, не два. Тшува, которая переводится с одинаковым успехом, как возвращение и как ответ. И очень грубо соответствует понятию раскаяния, потому что раскаяние – это необходимое начало, но никоим образом не исчерпывает того, что мы называем тшувой. Потому что вернуться к человеческому состоянию невозможно, просто признав, что да, погорячились, да, зря я так поступил. Даже пообещать, что я не буду повторять такого преднедостаточно. А это серьезная работа, которая требует, по крайней мере, попытаться понять, что в моем устройстве причиняет мне такие поступки, такие реакции, такие мысли. Вот если я дойду до корна, то это будет уже стопроцентная тшува. И приводит Рамбом очень важную цитату из книги «Воигра», а тогда признаются они в виновности своей и в виновности отцов своих. То есть признается это завершение процесса тшува. Когда я, ну, это можно назвать исповеден, но опять-таки у нас нет такого комфорта, чтобы был исповедник, ты ему в окошечко нашепчешь, он говорит, ну, ступай. А признаваться надо перед Творцом. И если ты признаешься не от чистого сердца, то ему это не понравится. Да, и дальше Рамбом перечисляет вот эти дни. Третий день Тиширы, который был убит Гидалия в Энафикам, и погас оставшийся уголек Израиля. Это стало причиной полного изгнания. То, что мы называем постом Гидалии. И день 10-го Тимбета, когда Новогодоносер подступил к Иерусалиму, подверг его осаде. И день 17-го Томуза, когда было пять несчастья. И день 9-го Ам. Значит, сам список этих дней и порядок, в котором Рамбом перечисляет их, требует довольно серьезного разбирательства. К чему Рамбом начинает с хвоста Гидалии? Вообще есть вопрос, даже прежде чем мы поговорим о порядке. Вопрос о том, был очень благородный, парижный человек Гидалия, которого Новогодоносер поставил наместником над Иудеей. И негодяй убил его заодно. Убил еще много сотен евреев, которые попались под руку. И, как говорит Рамбом, угас уголек еврейского присутствия надолго, на 70 лет. Ну, сказать, что пост установлен по причине того, чтобы был убит хороший человек, понятно, что невозможно, потому что благородных людей, говорят, есть больше, чем один на поколение. И если в честь каждого из них установлю день поста, так вообще кушать никогда не будем. Ну, известная шутка про Рава, который спрашивает еврея из своей общины, скажи мне по совести, почему ты не постишься в пост Гидалии? Он говорит, я вам скажу, Рэбе, у меня на это пять причин. Во-первых, по-настоящему его убили не третьего, а первого. Во-первых, это Рожешана, праздник, перенесли. Ну, перенесли, так перенесли. Во-вторых, он сам виноват, его предупреждали. Он из избыточного благородства сказал, нет, не наговариванный человек. Это смерть, а чего ж такое благородство? В-третьих, я так понимаю, если бы его тогда не убили, он бы к этому времени и так и так уже умер. В-четвертых, я совершенно не убежден, что если бы у меня убили, или бы этот Гидалия постился бы по этому поводу. И в-пятых, я не думаю, что пост Гидалия был строже, чем в Емкинбур. Емкинбур я не постился. Это еврейское отношение к драматическим вопросам. Но вопрос, почему действительно пост Гидалии стоит в этом списке трагических событий, конечно, это ужасная трагедия, но все-таки в историческом плане, что было, то было. Один замечательный раб, равмир Грузман, я надеюсь, что он еще живет, я много лет его не видел, не слышал, был замечательный педагог, воспитатель, и он в одной из своих книг объясняет набор вот этих событий, которые включены в эту цепочку постов, связанных с разрушением храма, как мы говорили. То есть 9 авгу, это вершина, храм разрушен, духовный центр, который объединял народ, не действует. Он начинает с осады Иерусалима. Осады Иерусалима – это выражение ненависти, которое сидит в окружающих народах, народах к евреям. Вот кто слушал или читал выступления представительницы Израиля Организации Объединенных Наций, она очень содержательно им сказала, что она думает об их решениях и постановлениях. Это важная нота. Ненависть – это начало, осада. Ну, дальше пробита стена 17-го томоза, разрушен и сожжен храм, это понятно. А что такое убийство Гидалии? Как говорит Рампом, погас последний уголек. То есть еще какое-то количество простого народа не было изгнанной земли. Еще народ оставался на этой земле, но из-за убийства Гидалии все убежали. И на этом было прервано полностью, на 70 лет, еврейское присутствие здесь. И поэтому это завершение вот этого убывания жизненной силы в существовании нашего народа. Чуть громче. Чуть громче. Да, вот это вопрос не отвечает на меня волнующий. Я искал, неужели никто не обращает внимание, как я ожидал ответа, не очень удовлетворившего бы меня, но я его не встретил. Я видел только одного очень серьезного комментатора Рампома, который задает этот вопрос. Почему он начал с поста Гидалии? Это Рамп Юсеф Кулон, не тот, кто открыл закон электростатики, хотя может материться, не знаю. Значит, он говорит, он дает чисто техническое объяснение, он говорит, что поскольку законы поста 9-го Ама очень обширны, он хочет их подробно обсудить, но он оставляет его на конец, поэтому начинает с поста Гидалии. Я ожидал ответа более логичного, хотя и не очень бы меня обрадовавшего, что он начинает с начала года. Год начинается в Тежре, он начинает с поста. Но я не видел никого, кто давал бы это объяснение, поэтому я попытаюсь это сделать чуть дальше. Вопрос о том, почему начало осады Иерусалима включено. Сам по себе не странно, но Раф Шламу Фишер, мы его упоминали не раз, замечательный, сохранили в Раха, он умер уже лет около 10 назад. При жизни он каждый год приезжал в наш город и в Вишеве давал лекции, он был необычайно глубокий, интересный раз. В его книге Баит Ишай он рассматривает вопрос, очень серьезный вопрос. Почему, значит, почему 9-я Ава стоит в этом списке? Потому что и 1-й, и 2-й храм разрушены 9-го Ава, сожжены. Он горел в основном 10-го Ава, но начало наказания всегда важнее всего. 9-го Ава нет вопроса. 17-го Амуза есть вопрос. Какой вопрос? Потому что у пророка Ирмьевна написано, что в осаде во время 1-го храма стена была пробита 9-го Амуза. И только при осаде 2-го храма Титов стена была пробита 17-го. Но мудрецы не хотели, ведь все эти посты это не закон Торы. Тора нам велит поститься один день в году в Йом-Кипур. Он не имеет никакого отношения к трагедиям. Это праздник. Праздник, когда нам следует воздержаться не только от работы, как в шаббат, но и от потребления тоже. Это совершенно другой разговор. А все эти 4 поста это установление пророков и некоторые детали добавлены последующими поколениями мудрецов. То есть это грубо говоря дэр-аббан. Каббала то, что идет в традиции пророков это несколько выше статуса между простого установления мудрецов и законом Тур. Так вот то, что нам сказано в Томузе только 17-я, не 9-я, потому что то, что свежо, то воспринимается свежее. Но вопрос с осадой этот вопрос задает Рафшламу Фишер. Да, осада Иерусалима при первом храме привела она длилась недолго. Осада длилась два с половиной года. И только тогда была пробита стена и вскоре после этого сожжена. Но осада императором Титом при втором храме вообще не знаем в каком это месте происходили. Это никак не отвечало, хотя последствия намного более ужасные. Там на 70 лет мы ушли, а тут это длилось 2-3 лет. Никого сравнения. Почему же эта осада передана на последующее поколение? Почему дата, когда началась осада при первом храме, оставлена для памяти последующих поколений, а не дата осады Титом, которая серьезнее и ближе к нам? и это вопрос, который требует своего понимания. Когда был построен второй храм, нам трудно сказать, понимали ли евреи поколения, что они строят его временно, что это еще не окончательное решение вопроса, когда мы построим храм, он уже будет стоять в лечении. Это некая передышка между одними изгнаниями и другими. Немножечко набрать воздух. И во всяком случае, было видно, что этот храм не полностью восстанавливали силу первого храма. Там не было божественного присутствия, там не было ковчега завета. Пророчество подходило к концу. И евреи посылают вопрос пророку Захарьи, как нам след той быть? Должны ли мы поститься в эти четыре поста? Или поскольку это посты, которые в конце концов связаны с тем, что храм разрушен, а у нас теперь храм стоит, надо ли поститься? и ответ Захарьи удивляет. Он говорит так «Вы что, для меня вы ведите? Для меня вы ведите?» Самое главное говорит «Правду и мир любите». Вот суть и ответ. То есть проститься вам или не проститься зависит в конце концов от того, у вас есть ощущение, что вы живете полной жизнью настоящей, пусть даже с ущербом, или нет. А полнота жизни – это правда и мир. Если у вас в вашем социальном существовании есть правда и мир, тогда вам поститься ни к чему, потому что постятся для того, чтобы преодолеть серьезный ущерб в жизни народа. А если вы чувствуете, что правда и мир не в полном, не в настоящем здоровье, есть все основания поститься, он не дает прямого ответа «да» или «нет». Заметим, пока, если успеем, обсудим подробнее, что правда и мир – это два ангела, которые участвовали в обсуждении вопроса серьезного такого стоит для создания человека. Два ангела были за то, Хесет и Цедек были за то, что да, создать человека, потому что он делает порой добрые дела, справедливость тоже иногда проявляет, но Энет и Шалом были категорически против, потому что человек – сплошная ложь, человек – сплошная свара, и поэтому ну и в общем, силовым приемом творец все-таки решает этот вопрос, он удаляет с заседания одного из оппонентов. Было еще время войны за независимостью или что-то какое-то место было объявлено военной зоной, запрещенной на гражданских, и там левые вместе с нашими двоюродными соседями пытались прорваться туда, и солдат сказал, что сюда ходить нельзя. Одно что один из житель говорит, я не понимаю по-еврейски, а как вы не понимаете, по-русски. И он с хорошим польским оценком по-русски послан его очень таким трехэтажным, нормальным выражением. В прессе писалось, что переговоры происходили на русском языке. Значит, один из оппонентов был удаленный зал заседаний, читай, Бог взял правду и швырнул ее на землю. Теперь два за, один против, демократия всегда впереди. Это очень важный медраж такой программы, и пророк Захария отвечает, что если вас интересует нужно ли поститься во время такого среднего состояния, если вы чувствуете, что любовь к правде и миру торжествует, то я все понимаю. Хорошо. Значит, ближе к смыслу поста десятого и мало того, что пост десятого мало того, в Шелухана Рухе, кстати, в Шелухана Рухе порядок этих постов совершенно не тот, что у рам. Говорится, вот дни, в которые приключились беды с нашими отцами. Нет, извините, это важно, но это другое. Мы к этому вернемся. Шелухана Рух говорит, вот так. Он говорит, эти четыре поста, это вот что. Он говорит, так обязаны поститься девятого ава и семнадцатого по Томузо и третьего Тишры и десятого ТВ. То есть за исключением того, что он Томузо и ав переставил местами, потому что он берет по главности. Самый главный подпост, в общем, он суточный во многих отношениях, он тяжелее других. В основном он идет по порядку месяцев. Потому что у пророка Захарии эти посты перечислены именно в порядке месяцев и там нет никакого удивления. Вот как пишет Захария. Пост четвертого и пост пятого и пост седьмого и пост десятого это все порядковый номер месяца считая вот Ниссан. Причем любопытно пророк называет только месяц и не называет дату. сами знаем. Но вопрос откуда мы сами знаем дату? Подразумевается ли это, что это тоже установление пророка, что уже пророк назначил какого дня каждом месяце нужно поститься? Или это уже решено последующего мудреца? Вопрос не очевиден. когда рамбон написал свою книгу Мишне Тора он назвал книгу Мишне Тора это было в Европе несколько романтическом намерении жалко в конце концов мир сотворен для того чтобы человек познал Творца и для этого нужно заниматься Торой но заниматься Торой это дело настолько громоздко что чем дальше тем труднее поделится что у человека найдется столько времени и сил чтобы это одолеть и поэтому он говорит я тебе сэкономлю дорогой читатель труд прочти Танах нормальные люди в те времена знали весь Танах конечно наизусть прочти мою книгу не очень маленькую в 14 домах и все книга абсолютно уникальна она содержит абсолютно все области то что можно исполнять в наше время то что нельзя исполнять все законы Торы все основные установления мудрецов все есть в этой и Рамба Мах очень многие последующие мудрецы критиковали за то что его книга читается слишком гладко по всей книге нет никакого спора если в Талмуде какой-то вопрос не решен то Рамбон сам решает этот спор и пишет как правильно а он может себе позволить но когда крупнейший авторитет ташкенадского евреи Старабейну Ашер в 13 веке приехал в Испанию и увидел что там судьи да и они открывают книгу Рамбома и по решебнику выносят решение выдают угодно большого числа задач решать новую задачу. Нужно уметь пахать для того, чтобы вырастить что-то. И поэтому один из трех выдающихся сыновей Рабы Нуашера взял на себя труд и составил на основе рамбов совершенно новую книгу, которая называлась «Рба Турин», где он ограничился только теми областями Голохи, которые можно в наше время исполнять. Что такое наше время? Нет храма, нет царя, нет пророчества. Все остальное отдается ссылками на первоисточник, на споры. И вот эта книга, написанная в конце 13 века, стала классической. И спустя небольшое время, типа двух с половиной столетий, где-то в середине 16 века, Раб Йосеф Каро написал комментарий к этой книге под названием «Бэйт Йосеф». Комментарий по объему значительно превосходит комментируемую книгу, но это стало в общем событием, хотя и не стало печать. Потом он решил, хороший комментарий, но длинноват, сжал его и получился Шулхан Арух. Шулхан Арухом в нашей компании связана замечательная история. С книгами нам было туговато, а советские власти пытались не допустить контакта между новым поколением желающих почитать еврейские книги и стариками, после которых книги оставались. Вот пронесся слух, что есть подвал, куда свалено множество еврейских книг для уничтожения. Что за книги, мы не знали. Заслали двух молодых людей, которые уже умели читать еврейские буквы. Смартфонов еще не было. Я сидел с нетерпением, ожидая, что там. Мы им дали мы их спорим или что-нибудь, что нам пригодится. И один из двух молодых людей, вылезая из подвала, сообщает, мы нашли поваренную книгу во многих домах. Шулхан Арух. Мы тогда обогатились очень здорово, да. Там было и талмода немало, много чего. Занимались по совершенно антикварным экземплярам. Да, так вот, значит, Бейтасыф, вот самый шаг, предшествующий Шулхан Ару. Бейтасыф пишет вот что. Арав Давида Абудрахам. Арав Давида Абудрахам – это очень серьезный такой авторитет эпохи Решанин. 14-й век, он родился во Франции, в основном жил в Италии. Вот кому приходилось читать книжку с комментарием, он учитель Бертонуры. Бертонуры я произношу с некоторым содроганием во время его второго студенчества. У меня был сокурсник, итальянский еврей, ашкенасский лектор произнес фамилию Бертонура, тот взвелся до потолка и сказал, только выкривленный ашкенасский мозг мог нормального Бертонура приводить в какую-то Бертонуру. Арав Давида Абудрахам написал книгу, которая так и называется «Фарвудрахам». Там очень серьезное, глубокое объяснение молитв, обычаев. И пишет Бетис, араб Давида Абудрахам написал в законах о постах, что десятое Тибета отличается от остальных постов тем, что если бы он выпал на шаббат, его невозможно было бы отложить на другой день. Потому что о нем сказано самый этот день. Так же, как о Емкебур. И говорит Ер-Сеф Каро, и не знаю, откуда у него это. Он говорит, откуда? Про Емкебур сказано, да это мое мазе, кто не будет поститься в сути этого дня, тому нехорошо. И здесь тоже сказано, как мы увидим в Пророков, говорится, в сути этого дня. Да, говорит Ер-Сеф Каро, не знаю, откуда у него. И написал еще, что десятое Тибета иногда приходится на канун шаббата. И в этот день постятся, представляете? Это будет с нами послезавтра. В этом году десятое Тибета выпадает на канун шаббата. И вообще говоря, канун шаббата очень нежелательно поститься. Почему? Потому что вы входите в шаббат в состоянии не совсем радостных. Поэтому все остальные посты, если они выпали на шаббат, а такое бывает, то их переносят на пост шаббата. Ну, кроме поста Эстер, который переносит на перед, это отдельный разговор. Почему? Почему если пост выпал на шаббат, и его нужно перенести на раньше? Почему его переносят не на пятницу, а на четверг, чтобы не войти в шаббат в состоянии поста? Ну, говорит он, есть ли этот пост? А это единственный пост общественный в фиксированном календаре, который может выпадать на Йомшиши, на канун шаббата. Больше ни один пост в нашем календаре, фиксированный, не может выпадать на Йомшиши. Так устроен наш календарь. А вот пост десятого ТВ-то иногда выпадает, и так это происходит. И тогда, говорит, да, его никуда не переносят, и постятся, и голодные, и, наверное, по необходимости не только злые, значит, входят в состояние поста в шаббате. Остальные посты никогда не выпадают на канун шаббата. Значит, спрашивается, как я должен понимать? Почему Йосеф Карух не понимает такой простой вещи? Тут сказано суть этого дня, там сказано, он приравнял, а ты приравнял. Не надо быть слишком умным, что это тоже не к добру. Мы каждое утро или читаем, или предполагается, что читаем перед молитвой и тринадцать правил, с помощью которых толкуются слова Туры. Раби Ишмаэль говорит, пошло же с Раби Дот, а Тура не трешит. Первое – это кальваховы, ипадаты. И я могу своим умом сочинять любые ипадаты, сколь угодно причудливые. И обязательно результат моих измышлений станет законом, но упражняться позволит. Второе – это кзерешевая. Кзерешевая – это одинаковое выкрытие. Это невозможно придумывать своему уму, это можно только получить по традиции от Маше, Синая. Вот здесь сказано такое слово, и тут сказано такое слово, их надо прорвлять и перенести друг на друга те законы, которые их касаются. Это очень сильный прием, но я не имею права его придумать. И то, что в Йом-Кипур мы постимся даже в Шаббат, следует вовсе не из того, что написано, собственно, в этот день. Собственно, в этот день написано для чего-то. В Йом-Кипур я должен постиславить в Шаббат, потому что это прямо написанный закон ТОР. Рамбом законы Йом-Кипура описывает не как запрет есть и пить, а как законы, когда мы шабатируем от еды и питья. Это такой сверх Шаббат. Не только от производства, но и от потребления. Как в советском анекдоте нам должно быть понятно, внучек спрашивает, бабушка, а что это такое при коммунизме, когда каждому по потребности. Говорит, приходишь в магазин, там написано, сегодня потребности в масле нет. По-другому, потребности в еды и питье нет. Такой сверх хасидский подход. Как тот говорит, я вообще, говорит, никогда не пощусь. Собеседник в ужасе говорит, как? А 9 ава, а в Йом-Кипур? Говорит, ну, 9 ава, кто может есть? А в Йом-Кипур, кому нужно есть? А так вообще никогда не должен. Но, говоря по-честному, бывает, что в Йом-Кипур хотелось бы поесть, но не верят. И в таком трезвом подходе есть своя большая сила. Потому что, если я только пролетая над этой реальностью, понимая, что у Йом-Кипур вообще дела нет до еды, то я могу себя немножко обманывать. А мудрецы велели стараться себя знать. Особенно даже уловить себя на неожиданных ситуациях. Я начну с задания, называется, и трубаться. Свет погас. Пойматься на первой реакции. Ой, как жалко он. Или иначе. Я вспоминал, вспоминал. Коля в университете. Там объявляет. Объявляет для анализа. Сегодня вечером будет дополнительное занятие. Коля был. Двухое молчание огромное. Аудитория одна девушка говорит. Вот хорошо. Задачки порешать. И все на нее устремляют любящий глаз. Вот эти вот. Нормальные человеческие реакции. мне совершенно не противопоказаны. Просто желательно надо знать. А как будто я на самом деле. Вопрос вот какой. Как нужно понимать. Что. Да. Откуда берется. Откуда берется в это утверждение. Что собственно в этот день. Это у пророка Ефескеля. Ефескель занимает очень своеобразное место в череде наших больших пророков. Значит. Он пророчествует. В Вавилоне. Вообще-то пророчество дается только в Вавилоне. Но. Традиция говорит, что он получил пророческий дар еще до изгнания. А он среди первых богов изгнанных. В основном пророчествует в Вавилоне. В общем, описывает вещи, которые другие не опишут. И вот он говорит. И было слово Господне ко мне в году девятом. Имеется в виду годы от самого первого изгнания. В месяце десятом. В десятый день месяца сказано. Вот что он получил. Какое пророчество в Вавилоне. Сын Человечий. Это всегда и только к нему такое обращение. Сын Человечий. Запиши себе имя этого дня. В самый этот день. Приблизился царь Вавилона к Иерушалайму. В этот самый день. Понимаете, сегодня, когда я могу. Позвонить в любую точку земного шара. Я чертыхаюсь, если получается, не сразу. Это дело такое. Я помню, что полвека назад, когда тебе удалось дозвониться из Москвы в Новосибирск. Уже, наверное, на седьмом дне. Значит, здесь, в общем, остается каких-нибудь несчастных два с половиной тысячелетия. До изобретения факса и так далее. Значит, когда человеку в Вавилоне говорят, вот сейчас царь Вавилона начинает осаду Иерусалима. Это нельзя получить иным путем, кроме пророчества. И вот здесь он дважды повторяет выражение «этот самый день». Что такое имя этого дня? Что такое суть этого дня? Это серьезные вопросы, на которые мы будем пытаться что-то сказать, но, боюсь, что меньше, чем надо бы. И даже много меньше, чем хотелось. Как понимать то, что, раз сказано в этот самый день, что его нельзя перенести на другой день? Подавляющее большинство решуним. То есть тех, кто дошел хана руха, мудрецы нашей. И практически все охранимы. Да, собственно, и все. Включая самого Иосифа Кару. Понимают только, что нельзя, если бы… Это невозможно в силенном календаре. Но если мы вернемся к свидетельским показаниям, что видели Новую Луну. Может случиться так, что десятое ТВ выпадет на Шаббат. И тогда его нельзя перенести, и что? И тогда придется поститься в сам Шаббат, как в Йом-Кибур. Так понимают, если в коробку. Так понимают, ну, те, немногие, но все-таки мудрецы, которых я видел. И вдруг я слышу от нашего современника, Раб Ашара Вайса. Шалита. Большой и необычайно смелый специалист по Галаке. Говорит, я не вижу, что Абу-Драган писал, что нужно поститься даже в Шаббат. Он пишет, что нельзя перенести. Но в Шаббат поститься запрещено. А как же Йом-Кибур? Йом-Кибур особо идет в специальном постановлении Туры. Ты не можешь приравнять этот самый день из того, что сказано пророку после, в этот самый день, который случайно, говорится про Йом-Кибура, не является источником. Здесь нет полученных по традиции ксиро-шава. Нет приравнений. Ты логически приравниваешь? Ну, рассуждай, рассуждай, пожалуйста. Это ты очень разумно говоришь. Сказано, перенести нельзя. Потому что, говоришь, в этот самый день запрещено. Значит, не постичь всех все дела. Он честно говорит, что кому бы он ни говорил, это встречает очень вежливое молчание. В общем, никто с ним не согласен. Но мне кажется, что его взгляд очень интересен. Тем не менее, факт тот, что все-таки большинство понимает, что если бы это произошло, то шрам был бы уже построен и уже постичь, наверное, не надо было бы. Но все-таки, а если? Независимо от того, кто брак в этом интересном споре. Если бы десятое ТВТ выпало на шаббат, по всем мнениям, нельзя перенести этот пост на другую дату. Спор в том, надо ли было бы в этот шаббат, на который выпало десятое ТВТ поститься, или пост проехал. Как говорил тот человек, раз перенесли пост и дали, значит, все. Не решая этого спора, попробуем сказать несколько слов об очень интересной теме о том, что представляет собой Месяц ТВ. Это десятый месяц. У нас месяцы считаются одни сады. Десятый – это очень серьезное число. Десять замыкает, в общем, какую-то важную единицу. Десять – это более компактное, чем один. И у каждого месяца есть свой характер и стоят задачи. Каждый месяц требует от Еврея работы над определенной функцией моего организма. Это называется в традиции… Это в основном содержится в очень краткой по объему, очень непростой книге «Сефердицера», которая является, по-видимому, первой записанной книгой устной традиции. «Сефердицера» исходит из того, что мир сотворен буквами еврейского алфавита. В каждом месяце есть ведущая, царствующая буква. Но есть созвездие – знак Зодиака, есть чувство, функция, над которой надо работать, есть какой-то орган человечества тела. К этому еще прибавляет Аризаль одно из двенадцати колен в Израиле. Значит, месяц ТВ посвящен работе над очень непростым чувством, которое называется «Гнев». Робес – созвездие, которое в этом месяце царствует, ТВ – это «Гди». По-русски – это «Козерог», а по-нашему – это «Козлёк». Орган печи, колено – «Дана». Такие сведения месяца в ТВ. ТВ – самый тёмный месяц в году. Собственно говоря, зима в буквальном смысле начинается в ТВ. У нас есть два деления года. Есть деление года на четыре сезона, привычное нам, а есть деление на шесть сезонов, но не будем сейчас отвлекаться. А скажем так, что в месяце ТВ названия, конечно, не существовали эти названия с выходом из Египта. Наоборот, там было запрещено давать месяцам собственные имена. И месяцы все назывались только порядковым номером, вот не сами. А названия месяцев принесены из Бавилона так, чтобы была память и об исходе из Египта, и об возвращении из бавилонского изгнания. То есть память об исходе из Египта мы не даём месяцам названий, память об исходе из Бавилона мы да даём месяцам названий, и таким образом получается двойная память, как у Хаджина Средина, который шёл по дороге и ел арбуз. Он съел половину арбуза, вторую половину положил, сказал, пусть думают, что здесь прошёл снадный бань. Вернулся, съел вторую половину и сказал, пусть думают, что с ним шёл скуга. Вернулся, съел корки и сказал, пусть думают, что с ними шёл осёл. Нас очень радуют парадоксальные рассуждения, потому что они соответствуют устройству мира и человека. мы любим загадки. Это должно быть. Название ТВ, как название всех месяцев, поменесено из Вабилона. По-аккадски, я не очень сильно по аккадском языке. Это звучит типа табуту, что-то такое. И обозначает погружение. Погружение. Такая, что на ногах упязает в ней. Значит, всё так просто. Значит, вот когда пророк Захарьев отвечает на вопрос, надо ли поститься, он уклоняется от того, чтобы давать ответ «да», «нет». Не нужно человека кормить абсолютно до конца разжёванным материалом. Надо и телу, и уму оставлять что-то на додумании. Поэтому Захарья ставит нас перед очень серьёзной задачей правду и мир к любителям. Но они же такие всякие как раз были против моего появления на свет. Как я их могу любить? Это не то, что я должен подставлять вторую щёку. Мне не обязательно сразу проникаться любовью к моим врагам. Но что обязательно? Это подумать о том, что… Помнится, большевики поднимали на знамя гегелевскую фразу такую, что единство относительно – борьба абсолютная. Говорит, ну что вы учили вообще молодёжь? Мне просто стыдно за вас. Единство и борьба противоположности. Единство относительно, а борьба абсолютная. Вот, и это хорошо. Это хорошо. Он не знаменит, что он противоположности. И на тебя. И я думаю, что с точки зрения природы это, скорее всего, таки… Правильно, правда. Почему? Потому что в природе всякому единству есть своя граница, где дальше начинается несжимаемость. И, может быть, что отталкивание пересиливает. Не знаю. Не знаю, как сказать. Но… Я знаю только одно. Что так же, как на протяжении праздника Ханука. А Ханука не кончается с концом месяца Кисле. Она заходит и захватывает первые три дня месяца ТВ. То есть темный, как бы беспросветный месяц ТВ начинает с этих трех дней Ханука, ведущая тема которой – это решение проблемы братских отношений. Эта проблема – абсолютно глобальная, центральная проблема существования человечества. Без решения этой проблемы все остальное никуда не может идти. Если в этом вот мельчайшем элементе человеческого сообщества не раскрыть единство братьев, то общество не будет склеиваться. Все будет распадаться. Потому что… Стоят перед этим проблемами? Каину до смерти обидно. Он старается, безропотно пашет, жнет, кормит всю семью. Идут до ромояда, которые там мечтательно смотрят на звезды с своими овечками, будет не ладят. Я, Каин, решил, что вот сейчас вот время принести творцу выражение благодарности. Я ему принес то, над чем я работаю, и он… Где, кстати, что ли будет? Я написал адрес, уважаю тебя, Вася. Мы, в общем, не делаем это. Как говорится по нашему божийскому, шоу маю добизу. А этот подлиза увидел, а я еще был, шоу первородных. И ничего, ты разбазаришь. И Бог проводит с ним воспитательную беседу. И говорит, если ты не стараешься, то грех лежит у порога. И на тебя устремлено желание его. А ты будешь властвовать над ним. Что такое будешь? Ты обязан. Не волнуйся от этого общения. Ни то, ни другое. Ты в силах обуздать его. А-а-а, я теперь понимаю, это и есть мой младший братишка. Вот на него направлено, он все время смотрит, как бы меня обойти. Надо его убрать, и он у вас только. Вот я его убиваю. Это решение локальное. Она не разрешила проблемы братских отношений. Братство начинается с зависти и конкуренции. Некуда деваться. И только труднейшее преодоление этого отталкивания приводит к тому, что присоединяешься к корню настоящего единства. И мы встречаемся со столкновениями. У Авраама есть Ишмаэль и Ицхак. Благодаря цариному вмешательству они не очень конкурируют. Прямую. Но, по крайней мере, радикально решение какое. Того, кто не подходит удалить. Ишмаэль удален. У Ицхака Исав не подходит удалить. И только у Якова эта проблема решается. Треть всей книги бы решили. Четыре из двенадцати разделов по проблеме братских отношений. Вторая ваша двойца задает вопрос. А почему у Якова вышло то, что не вышло у Авраама и Ицхака? Что все его сыновья добились братских отношений. Они добились братских отношений. Если вы скажете, ну, то, значит, вы просто выкинули младенца вместе с Иваночкой. Гора боролась за это, на этом кончается книга. А почему? Значит, я же что? Я же... Если вы меня хотите диалектикой переход коллегчества в качество, пожалуйста. Я не против того, что нужно больше, чем двое. Но, главным образом, противостояние не твое. Йосеф против Юды. Остальные как бы премкнувшись. Значит, конечно, мы Бог это так не решим. Я хочу сопоставить это с проблемой месяца. На этот содержательный вопрос, почему Якова вышло, Рава Шарбайс дает свой ответ, мне кажется, интересным. Что на трех вещах стоит мир. Аля Тора, Валявада, Валява, Тори, на служении и на добрых делах. И понятно, что три правца, носители, вот, являются столбами, носителями этих качеств. Авраам – это добрые дела, Ицхак – это служение, и Яков – это Тора. Почему Яков – это Тора? Так это читается, но я могу увидеть подтверждение этого, по крайней мере, в том, что Яков, когда он собирается переселяться в Египет, он посылает Форпост, он посылает Его Дум, как объясняет мне устная традиция, чтобы он заранее организовал там батыльный драж. Потому что, если евреи начинают селиться и не начинают заниматься Торой, то дело швак. Кроме того, когда Йосеф посылает ему телеги, Яков выглянул, увидел телеги и поверил, что Йосеф жив. Почему? Потому что он вспомнил, о чем они разговаривали, что, провожая Йосефа, он с ним обсуждал Галаху о зарубаемой телеце. Игла Аруфа. Значит, если принять этот взгляд, то у меня есть интересное объяснение названия Месяца ТВ. Почему это погружение? Это моя любоватая мысль, которая может быть верной, а может и нет. В добрые дела нельзя погружаться с деловой полностью. Нужна граница, потому что делать добрые дела человеку неблагодатному запрещено. Потому что чем больше добрых дел ты будешь делать, тем хуже он будет становиться. Значит, можешь делать, почему не делай больше. И служение тоже имеет свои границы. Потому что хорошо простираться и кланяться, но лоб разбивать не надо. И есть границы. И только в погружении в Тору, мне кажется, нет границы. В Тору можно погружаться полностью. И поэтому ТВ это такая особая совершенно полоса, когда я работаю над самым трудным материалом, над тьмой. И когда в Хануку поют бравую песенку «Бану хор шах на горыш». Прогоним тьму. Палками, чем угодно. Это очень неумный подход. Потому что тьма – это бесценный материал. Это единственный материал, из которого можно делать свет. Над ним надо работать и прогонять. И пожелаем нам возможных успехов в этом отношении. Добрый вечер. Добрый вечер.